Первая часть заседания Совета городского округа проходила в конференц-зале администрации без участия общественности. Всего для принятия было вынесено пять проектов решений. Все они ранее рассматривались на депутатских комиссиях. По первому пункту повестки дня предлагалось внести изменения в решение об установлении земельного налога. Это связано с получением городом статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие. Предлагается освободить от уплаты земельного налога организации резиденты ТОСР в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестпроекта в течение срока существования ТОСР Кумиртау. По следующему вопросу начальник финансового управления Гульнара Кучербаева выступила о необходимости внесения изменений в бюджет. Согласно проекту, расходная часть бюджета увеличится на 22 миллиона 175 тысяч рублей. Деньги предусмотрены на ремонт помещения Центра молодежного инновационного творчества в ЦДТ, приобретение автобуса и юрт для управления культурой и иные нужды. На приобретение трех жилых помещений в соответствии с решениями суда гражданам, имеющим право на внеочередное получение жилья. Мы должны предоставить жилье до 36 квадратных метров на каждого. На сегодня стоимость одного квадратного жилья составляет 32 тысячи рублей. И стоимость трех квартир рассчитана в размере 3 миллиона 456 тысяч рублей. На сфинансирование под программой обеспечения жильем молодых семей из местного бюджета 101 тысячи рублей. Также предлагается выделить средства на укрепление материально-технической базы, на ремонт зданий образовательных учреждений в размере 6 миллионов 487 тысяч рублей. На укрепление материально-технической базы учреждений спорта, это Дю США и Вымпел, 3,5 миллиона рублей. Еще один главный вопрос – это утверждение плана очистки дорог в зимний период на текущий год. Проект представил заместитель главы администрации Юрий Куров. Согласно плану, теперь дороги в городе Кумертау содержат семь организаций. По итогам проведенных аукционов администрация городского округа заключила в декабре 16 и в январе 17 года муниципальные контракты на уборку в зимний период 17 года автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности городского округа, со следующими предприятиями и организациями. Проект принес заполнениями по плану очистки. Определилась и дальнейшая судьба бывшего терапевтического корпуса по адресу Лесная, 45. На сегодня он лишь частично арендуется индивидуальным предпринимателем. По решению депутатов, здание будет использоваться как проект лыжероллерной трассы. Далее был объявлен перерыв в работе.